Если вас чаруют красота и звуки, Счастьем эти не гордитесь предо мной, Лучше протяните добрым чувством руку, Чтоб была я с вами, а не за стеной. Вот уже 25 лет Наталья Борисовна живет в полной тишине и темноте. С трехлетнего возраста у маленькой девочки развилась куриная слепота. Она стала хуже видеть в вечернее время. В шесть перенесла сильнейший грипп и, как следствие, частично потеряла слух. Но проблемы со здоровьем не помешали ей окончить школу и поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова на исторический факультет. Она была единственной слабослышащей и слабовидящей студенткой на всем курсе. Это стало ее первой победой над обстоятельствами и началом большого пути. С детства, со школы, я мечтала быть журналистом. Только журналистом и никем другим. Ну, во-первых, потому что перед глазами был пример отца. Удивительнейшего человека, которому я обязана всем на свете и который был для меня всем на свете. Он был военным корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, редактором армейской газеты. Но именно папа, который очень меня любил, меня это все дело и поломал, когда я заканчивала школу. После окончания войны Борис Григорьевич Кремнев продолжил карьеру журналиста. Работал в газете «Правда», затем в журнале «Октябрь». Иногда он брал маленькую Наташу с собой в редакцию. Она росла в атмосфере творчества. Борис Григорьевич посвятил долгие годы редакторской деятельности в творческом объединении «Луч» киноконцерна «Мосфильм». Стал автором серии книг из цикла «Жизнь замечательных людей» Моцарт, Бетховен, Шуберт. Был переводчиком произведений «Ремарка», член Союза кинематографистов, Союза журналистов, заслуженный деятель РСФСР. Отец категорически запретил Наталье поступать на журфак. Он понимал, что из-за проблем со здоровьем она не пройдет конкурс, и это станет для нее сильнейшим ударом. При этом он сделал все, чтобы мечта дочки не угасла. Заверил, что ничто на свете не сможет помешать ей быть хорошим автором, писать статьи и делать репортажи. Передал все свои знания, научил главному по его мнению в жизни скромности и мужеству. По-настоящему все-таки я на этой идее поставила крест. А вот когда у меня уже, в общем-то, ничего не осталось, ни слуха, ни зрения, то совершенно внезапно, можно так сказать, так получилось. Я все-таки вспомнила об этой идее. В 2003 году я решила создать журнал для слепоглухих людей. Это была невероятная совершенно идея, фантастическая идея. Потому что мы начинали делать буквально с чистого листа. Как бы вы поступили, если бы в возрасте 49 лет полностью утратили слух и зрение? Решились бы издавать журнал? А она решилась. Без опыта, без специальной техники, без денег. Только маленькая группа энтузиастов и большое желание поддержать сотни, а может тысячи, точного количества они не знали, людей, оказавшихся в точно такой же ситуации. В то время мы все в России были разрушены. У нас не было ничего, никаких служб, никаких, в общем-то, настоящих организаций, никаких мероприятий. Мы все сидели по домам, писали письма друг другу и жаловались на все на свете. Начинаю от плохой погоды и кончаю плохими врачами, одиночеством, скукой и непониманием. Первые статьи Наталья с подругами писали от руки, придумывали темы, заголовки и рубрики, собираясь за кухонным столом. Волонтеры помогали переводить рукописный текст в печатный. Издать первый выпуск помогла Ирина Владимировна Соломатина. В то время она возглавляла общественную организацию Ужерфорум. Она нашла средства, и в типографии были напечатаны 50 экземпляров. Так появился первый номер журнала «Ваш собеседник». Он перевернул жизнь слепоглухих людей в России. «Ваш собеседник» – слепоглухие люди. Они интересные собеседники. Надо только к ним прислушаться. А они общаются по-другому, на другом языке. Но они такие же люди, как все люди. И вот мы выпустили. Очень-очень скромненькое было их дание. Никаких фотографий. Было всего 32 странички крупного шрифта. Но это был наш журнал, и мы его разослали нашим друзьям, тех, кого мы знаем. И был такой восторг. Нас поддержали. Намечательный журнал. Огромное вам спасибо. Итак, вы молодцы. Вы делаете большое дело. А в журнале была куча опечаток. Куча грамматических ошибок, не там поставленных запятых. Но никто из наших читателей, ни один человек, не обратил на это никакого внимания. Благодаря журналу слепоглухие люди получили возможность заявить о себе, откровенно рассказать о своей жизни, поддержать друг друга. Экземпляры номеров, напечатанные по Брайлю, а значит, доступные слепым людям, были бесценны. Их зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, пересылали по почте из города в город. Так о существовании журнала узнали в Украине, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. С первого же номера на страницах печатались заметки о жизни слепоглухих, из других стран. Это были переводы статей английского журнала «Рейнбол», «Радуга», выпускаемого британской организацией слепоглухих, или репортажи Натальи Борисовны из ее международных поездок. Благодаря им читатели могли увидеть целый мир. Это был журнал на полном позитиве. Не было слез, не было жалоб. А был бы какой-то такой настрой, ну, я бы сказала, оптимизм, надежды на то, что мы можем жить так, как живут за границей. О таком главном редакторе, как Наталья Борисовна, можно только мечтать. Она ценит каждого автора. Для нее не существует плохих и хороших текстов. Она готова пожертвовать своим собственным материалом, чтобы дать возможность каждому слепоглухому человеку сказать свое слово и быть услышанным. Приходят материалы, вот как мы это называем, в кавычках, глуховские тексты. То есть люди пишут, ну, прямо скажем, совершенно неграмотно. Ни одно издание, даже издание глухих, такими текстами никогда не выйдут. Их просто отправляют в кардин. А я с ними вожусь, потому что я хочу, чтобы человек увидел свою камеру под материалом. В свои 67 лет Наталья Борисовна все успевает. Вести исследовательскую работу, выступать экспертом на международных съездах по проблемам слепоглухих, записывать интервью, посещать мероприятия, искать спонсоров, постоянно развивать и совершенствовать свой журнал. Поддерживает слепоглухих людей, живущих на всем постсоветском пространстве, дарит им надежду на лучшее, внимание и любовь, скромно и мужественно продолжая Главное дело всей своей жизни. Как жить и не опустить руки? Вообще, мой девиз в жизни, что мне, кстати, всегда очень помогало, всегда не терять чувства, пыльмора, пытаться найти вовсю, ну, хоть что-то хорошее. Не все так плохо, как нам это кажется. Помогайте слепоглухим вместе с нами на сайте соединения.орг Субтитры создавал DimaTorzok